Праздничные концерты не обходятся без выразительного баритона Владислава Косарева. В его репертуаре содержатся песни, полюбившиеся широкой публике, советская и зарубежная эстрада, душевные романсы, композиции военных лет, классические и народные произведения. Исполнитель часто появляется в передаче «Романтика-романсы», которую с нетерпением ждут поклонники. Владислав Косарев родился 5 декабря 1975 года в Смоленске. Его родители всю жизнь трудились на заводе. Бабушка вела кружок русской песни в деревенской школе, а дед познакомил с песенным творчеством военных лет. Желание петь, он, мне кажется, с этим желанием родился. Потому что у нас семья музыкальная, мы все любители петь, у нас и профессионалы, и непрофессионалы. То он в этой среде вырос. В моей семье музыка и, в частности, песни звучали практически всегда. В 6 лет мне было, как сейчас помню, мы всей большой семьей в деревне Рухань сделали семейный концерт в клубе. От того, что пение и мои песни могут сделать кого-то счастливыми, я что-то уже тогда в 6 лет испытывал дикий восторг. А Влад, когда мы уже шли в клуб, он всем, кто нам попадался по пути, говорил, приходите на концерт, мы там будем петь. Ну, наверное, благодаря этим объявлениям. Я шучу, конечно. Людей собралось, просто было очень много, зал был битком набит. Мама решила отвезти Владислава в музыкальную школу, где ученика сразу взяли в хор мальчиков. Эта атмосфера привлекала его гораздо больше, чем обучение в общеобразовательном учреждении. Поэтому он продолжил заниматься любимым делом и поступил в музыкальное училище имени Глинки в родном городе. Когда он учился в музыкальном училище, они подготовили спектакль по мотивам произведения Савагуба и назывался он «Беда книжного сердца». Влад написал музыку к этому спектаклю, и его преподаватели, в общем, дали высокую оценку этому сочинению. Потом он исполнял главную роль. А ставить этот спектакль пришлось преподавательнице, которая сама артистка. Она вела этот спектакль и попросила своего супруга. Значит, он был режиссером одного из питерских театров. И он присутствовал на репетиции. И когда это все закончилось, Владу сказал, «Приезжай, закончишь училище, приезжай, и я возьму тебя в труппу в свой театр». И, конечно, он выбрал музыку. Я просто делал то, что мне нравилось. Я ведь вообще сначала учился на дирижера академического хора. И то, что я буду петь, это, конечно, большая наглость с моей стороны по отношению к бедным зрителям. В 2001 году Владислав закончил Российскую Академию Музыки имени Гнесиных по классу хорового дирижирования и начал работать в мужском хоре «Пересвет» в качестве солиста, а затем и в качестве дирижера. За 8 лет творческой деятельности коллектив объехал с концертами несколько стран мира. Я часто ловил себя на мысли, что мне гораздо проще спеть самому, нежели объяснить или показать, как это должно быть. И опять же, как это часто было в моей жизни, я просто пошел за своим внутренним голосом, который мне сказал «Пой». Я всегда очень критично относился к своим вокальным способностям. Ну, есть голосы, есть, но в хоре можно петь, а так выходить на сцену и 2 часа 500 человек, и иногда и больше тебя сидят и слушают, зачем-то. Да я не мог себе позволить такое. Я считал, что я этого недостойен, что у меня нет таланта. Но один голос говорил мне вот эти слова, а другой говорил «А ты попробуй, а ты выйди и спой». А люди сами решат, надо им это или нет. В 2009 году Владислав начал свою сольную карьеру. У каждого певца, конечно же, есть свои вопросы, которые он решает, потому что, когда ты уже находишься в самостоятельном плавании, это самый сложный этап. Здесь очень важно и мнение окружающих, которым ты доверяешь, и мнение близких людей, и мнение критиков, и мнение тех, кто тебя очень не любит. Потому что друзья тебя, как правило, будут хвалить и поддерживать. А вот такие недостатки, которые тебе, как говорится, нужно ткнуть, А вот здесь и нужны такие злые критики. Я думаю, что у Влада есть это качество прислушиваться. Я не знаю, как он реагирует на злую критику, потому что я никогда не пользуюсь этим методом. Но то, что он прислушивается к любому полезному совету, это я могу засвидетельствовать, потому что в наших концертах он показывал те результаты, которые, в общем-то, мне хотелось и слышать, и видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что этот репертуар никогда не устареет, потому что это настоящие песни. Это то, что я называю песни, например. Произведение, в котором есть и мелодия, и в котором есть смысл, в котором есть слова, которые ближе к поэзии, то, что может создать образ песни. Потому что без хорошего текста, без хорошей поэзии, песен не будет. Хорошая песня, она обязательно дойдет до души, надо ее, конечно, донести. Но она сама в себе уже содержит потенциал, который в состоянии воздействует на человека. Сейчас композиторов и поэтов очень мало. Людям, которые сейчас пишут песни, хочется денег. А в 20 веке все-таки ценности были несколько иные. Композиторы и поэты, они прежде всего сочиняли во имя и для любви. И именно эта любовь, она сделала их произведения бессмертными. К сожалению, когда приходит коммерция, и когда у человека основная мотивация – это заработать денег, зачастую искусство не то что уходит, оно просто даже и не рождается. Военные песни имеют определенную ценность в творчестве Косарева. Многие из них он услышал от своего деда, который рассказывал внуку о страшных событиях, пережитых на войне. Владислав сохранил в своей памяти интонации близкого человека, которые наполнены силой, благородством и верой. Война – это отвратительное явление нашей жизни. Но почему-то очень многие песни, которые были написаны и во время войны, и после, они очень жизнеутверждающие, они очень жизнерадостные. Ну, вспомните там «Темную ночь», которая написана в 43-м году. Очень глубокая, мягкая, львичная песня, вся пронизанная любовью. В «Землянке», да, 41-й год, самое начало войны. Да, были, конечно, песни драматичные, были песни тяжелые, как «Мараги сожли в родную хату». Но, повторюсь, очень много песен о любви, о вере, о надежде, о человеческом духе. Это вот песни, которые, они какое-то особенное место занимают в душе каждого человека. Не менее важное место в репертуаре Владислава занимают романсы. По признанию музыканта, это именно тот жанр, с которым можно за считанные минуты прожить целую историю любви, где каждый найдет для себя что-то родное. Только раз бывает в жизни встреча, Только раз судьбою рвется нить, Только раз в холодный серый вечер Мне так хочется любить Неотъемлемая часть репертуара Косарева – народные песни, пропитанные духом родной земли, которые являются ценным достоянием русской культуры. Есть такая труднообъяснимая вещь, как генетическая память. Это когда вот на какой-то ритм, на какую-то интонацию, тембр, что-то внутри откликается, и ты понимаешь, что вот оно твое родное, какое-то глубинное, русское, изначальное. Это прекрасно, что благодаря цифровым технологиям стираются границы между людьми, между странами, Но очень важно, чтобы мы не потеряли свои корни, свою суть, свой род, свою культуру. Чтобы он не пел, чтобы он не исполнял, нравится все. Потому что каждый его номер, каждая песня, с которой он выступал, она своеобразна. У него каждая песня – это отдельный спектакль. Этот спектакль рождается у него, конечно, не сразу. Он очень много работает над каждой песней. Это же непросто. Но ему удается все. Владислав является обладателем первой премии и звания лауреата на первом международном конкурсе дирижеров имени Юрлова. Также он был награжден орденом «Вера, надежда, любовь» и «Золотым орденом служения искусству». А в 2017 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Республики Карелия. Я думаю, что самое главное, чем я могу гордиться, это тем, что я возвращаю к жизни на сцену песни, которые не звучали, наверное, лет 30-40-50. И, как показывает практика моя, эти песни очень хорошо принимаются людьми. В 2019 году вышел сериал «Вокально-криминальный ансамбль», в котором Владислав Косарев и группа «Сейв» исполнили композиции, ставшие саундтреком сериала. Мне позвонил звукорежиссер Сева Устинова, говорит, «Влад, тут мой знакомый работает в сериале, надо озвучить несколько песен». Надо было подобрать к разным песням, которые вот по сюжету в фильме, да, были расставлены сценаристом режиссера, надо было подобрать тембр соответствующий. Пел очень таким юношеским светлым тембром. «Но моя гитара не хочет рыдать, моей гитаре довольно слез». А к концу сериала там можно было уже дать копоти. «Вы не подскажете, сколько времени? Чем это время пахнет сейчас?» То есть там можно было такого рокера дать с хрипотцой, сохранив, естественно, характерные интонации тембральные героя, чтобы в ней был другой человек принципиально. За плечами исполнителя есть и музыка собственного сочинения. Выпущено несколько композиций на стихи Екатерины Латгары. Также Владислав написал песню по просьбе внучки Алексея Фатьянова, Анны Фатьяновой. На стихи ее деда «Покорил я три державы». К работе над песней я уже приступаю, когда литературный текст выверен. Потом, отталкиваясь от интонации, от энергии стихов, мы искать и начинаем искать какие-то музыкальные интонации, гармонии. Спеть чисто, ритмично много ума не надо, а сделать этот текст своим, естественным, искренним, вот это иногда занимает очень много времени. Зато на выходе получаются песни, которые, как мне кажется, соответствуют духу праздника. Какие-то из них идут, что называется, в народные. Иногда мне знакомые присылают запись на каком-нибудь ДК, где выходят такие милые тетеньки, дяденька на каком-нибудь самодетный хор и поют. Распустились ромашки в России или «Сбереги себя до любви». Профессиональный артист Владислав Косарев полюбился своим красочным баритоном, самым разнообразным репертуаром и добрым сердцем. Он много гастролирует, а также часто принимает участие в благотворительных концертах. Дело в том, что Влад действительно уникальный человек. В нем настолько переплелись все человеческие положительные качества. Он очень ответственный, он обязательный человек. Если он что-то пообещал, он сделает всегда. На всех его концертах, где бы он ни был, на гастролях, у него всегда аншлаги. Всегда. Самое главное есть у него, скажем так, разум музыкантский. Он человек разносторонний, он человек, который и знает и литературу, и, в общем-то, неплохо разбирается в искусстве. Мне кажется, что это тот собеседник со сцены, который интересен публике. И вот в этом его, в общем-то, и своеобразие. Я тебя, как и ты, очень жду И ищу в каждом сполохе ветра Я к тебе непременно приду Сквозь сомнения и километры У судьбы виражи непростые Но богат чистотою сердец Край, где истины помнят святые Где любимые мать и отец В годы славные, в годы лихие В каждый прожитый миг бытия Бьют ключи лучезарной России Вера, верность, любовь и семья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok